Ни шагу назад, впереди победа. Под таким девизом проходил в этом году 9-й международный литературно-художественный конкурс для детей и молодежи «Гренадеры вперед». Он был посвящен 70-летию победы Красной Армии в битвах под Курском и за Сталинград. В конце октября стали известны имена победителей. Одной из первых юных патриотов поздравила наш корреспондент Ксения Малеженкова. Основная цель конкурса – привить молодому поколению патриотизм и уважение к героям русской истории. Несколько месяцев с февраля по сентябрь длился прием детских работ, посвященных величию народного подвига во все века русской истории. Более 10 тысяч человек приняли участие в конкурсе. 65 победителей прибыли на церемонию награждения в концертный зал Союза писателей России 31 октября. Первым юных конкурсантов поздравил митрополит Коломенский Ювеналий. Владыка пожелал юным авторам хранить сердце, любовь к ближнему. Чтобы хорошим стать писателем, хотя независимо писать поэмы, стихи или богословские трактаты, или даже законы, во-первых, надо веру иметь, надо любовь иметь. Но любовь-то не та, которая пишет на заборе. А любовь-то, когда человек готов душу отдать за ближних. Любовь такая, как сказал Христос, ты возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот как ты себя любишь, так ты люби ближнего. Вот если такая будет любовь, то из вас получатся замечательные писатели. В торжественном награждении принял участие председатель правления Союза писателей России Валерий Ганичев. Вместе с ним ребят поздравляли. Герои Российской Федерации, летчики-испытатели, казачьи атаманы, военные журналисты, актеры и писатели. Конкурсантам были вручены дипломы победителей, а также ценные призы. Все ребята были посвящены в Ушаковце, в честь цветового адмирала Феодора Ушакова. Им повязали гюйс, синий-белый матросский воротник. Надя написала замечательный рассказ о собаке, которая спасла жизнь воину. Крабрый солдат подружился со своим спасителем и назвал его архангелом, потому что он спас ему жизнь. Такая история. Героями первых произведений юных авторов стали не только солдаты и офицеры русских войн, но и святые. У очень большого числа это образы святых, подвечников, праведных людей, которые они глубоко довольно изучают и применяют к собственной жизни. Это тоже, конечно, новое явление уже в массовом порядке, когда молодое поколение понимает, что святых на их плечах тоже держится история России. К участию в конкурсе допускаются ребята от 6 до 19 лет. Здесь рядом сидят школьники и студенты первых курсов высших учебных заведений. Некоторые конкурсанты оказались в этом зале не в первый раз. Я участвую третий раз. Сначала два раза приезжала, когда была школьницей. К счастью, мне попало положение. На данный конкурс мы поучаствовали. И сейчас, уже став студенткой, я решила еще раз поучаствовать. Я здесь. Художественная работа конкурсантов, макеты церквей, картины, панно, выполнена на высоком уровне мастерства. Все этажи старинного особняка украшают работы участников конкурса. На первый взгляд кажется, что они выполнены профессионалами. И только потом становится известно, что авторам не больше 15 лет. Заслуженный артист России Михаил Ножкин назвал участников очень точно. Глубинные родники. Ведь этому поколению придется строить будущее нашей страны.